виталий приветствую тебя очередная неделя наша с тобой первая встреча и собственно как уже не первый месяц мы продолжаем говорить о текущих возможностях которые открываются для нас как тех кто отстаивает определенные для тех кто следит за нашим аналитическим контентом совместно идеи фундаментального характера и технического светальным рассматриваем как правило одинаковый набор инструментов так попадает бывает конечно же разные поэтому вас друзья на основании этого видео точно будет несколько вариантов действий обязательно добавляйте это к вашему видению вашей системе фильтруйте сигналы принимайте решение действовать потому что мы все-таки с видалем за то чтобы на рынке шла активная торговля на рынке формировалась волатильность и все эти возможности конвертировать друзья в профи то у вашей депозит так ну что далее сегодня давай сразу графиком и я думаю что логично будет начать снова с американской валюты с доллара тем более что на прошлой неделе я идеи свои и не только на прошлом уже довольно долго период времени строю от того что может произойти с доллара в целом по американской валюте сейчас хочу сказать что очень важное фундаментальное событие впереди и совсем скоро уже фактически следующей неделе это долгожданный симпозиум джексон вот там как раз будут я надеюсь чтобы не хочу преувеличивать значимость этого события но принижать его значимость также не следует обычно джексон коллег принимают соответственные решения и прежде всего со стороны американского регулятора центральная тема сейчас когда же фрс созреет к этому ужесточению монетарной политики и сокращению программы количественного смягчения если мы сейчас посмотрим на рыночные настроения и на мнения авторитетных экспертов рынка то многие из них полагают что какие-то изменения могут быть анонсированы уже в сентябре по итогам сентябрьского заседания я предлагаю и а думаю что если они правы то мы получим сигналы о вероятных изменениях денежно-кредитной политики уже собственно по факту выступления джерома паула в джексон холлит то есть уже на следующей неделе до этих пор пока у нас нет учетка установки фрс и пролитого света скажем так прояснение перспективы сворачивания программы количественного смягчения я продолжу работать с слабым долларом тем более что индекс американская валюта очень неплохо сбросили под конец прошлой недели следом за снижением доходности американских трежерис сейчас индекс доллара котируется на отметке 92 57 рекомендовал продавать с уровня 92 80 надеюсь что сможем сходить еще ниже моя точка зрения что будет в джексон холли я думаю что из-за именно ситуации с новыми ограничениями которые идут в азиатско-тихоокеанском регионе из-за ковида конечно же джерому паулу наверное как и всем кто будет выступать на этом симпозиуме придется коснуться темы потенциального замедления мировой экономики за все еще актуальные проблемы связанные с распространением инфекции появлением новых штангов по этой причине я полагаю что не нужно сейчас прям всецело закладываться под то что фрс все-таки анонсирует вот эти изменения денежно-кредитной политики рано или поздно это произойдет конечно же но может быть сейчас рановато и также оперируют данными это последний отчет по инфляции инфляция на высоких уровнях но все-таки на был зафиксирован спад и по-моему мы с тобой на одном из прошлых эфиров разбирали непосредственно статистику мичиганский индекс потребительского доверия минимум с 11 года тоже тревожен звоночек который должен фильтроваться тем кто залазит сейчас в рынок из долгосрочной инвестиции пытается понять как вообще дальше если по доллару если на симпозиуме пау да зеленый свет сворачиваем программу количества смягчения я первым покупать доллар и опять же на одном из последующих эфиров мы с тобой об этом поговорим но пока что все-таки этого сигнала не поэтому доллар вниз британская валюта против американца у меня была сделка покупка с уровня 1.3850 сейчас 1.3843 то есть эту сделку я транслирую до следующий эфир верю я фунта из-за того что в целом после ответственного решения властей по открытию границы для туристов из европы сша все-таки ситуация должна наладиться обстановка должна улучшиться последний отчет который вышел на конец прошлой недели хорошая цифра если сравнивать их с значениями прошлого квартала и на фоне того что сейчас уже не действуют локдауны я верю то что британская экономика может снова быть знаешь в топе в топ-3 развитых стран которые будут выбираться из последствий кови поэтому в связи с этим центральный банк банк англии регулятор англии может также казаться среди первых кто упадет на ответственное решение которое предлагает изменение процентных ставок я пересмотрю свою точку зрения по фунту если он окажется ниже отметки 1.3750 но пока это не произошло учитывая то что я верю в снижение курса доллара ставка он сохраняется золото также мы с тобой разбирали потому что это было правильно учитывая что золото это фактически герой прошлой неделе учитывая открытие мощное снижение и мартовский лоу который был зафиксирован на отметке 1682 доллара с тех пор золото восстановилась и фактически компенсировала 70 процентов снижения которые мы наблюдали с пятницы я предлагал сделку через байтстоп с отметкой 1735 этот ордер и сделка в очень хорошей профите сейчас но до этой профита мы еще не добрались 1800 я думаю что на этой неделе 1800 как сопротивление точно может быть протестирована поэтому не торопитесь закрывать позиции и то есть фактически я транслирую все и деле идеи на следу и еще могу предложить рынок нефти который сейчас активно валится 69 16 по бренду это реакция трейдеров на очень плохие данные китаю промышленное производство ровничные продажи это реакция трейдеров на ухудшение ситуации с ковидом и соответственно все это мрачает перспективы экономического роста тут же влияет на ожидание рынка относительно спроса на углеводороды напоминаю также что в конце прошлой недели вышли два доклада опеку международного генетического агентства в целом я считаю что оба они сейчас еще больше а подкрепили ожидания того что рынок будет не в состоянии дефицита предложения а может даже оказаться в состоянии избытка предложений причем произойти это может уже в ближайший квартал если штаты немного не замедлить темпы ввода в эксплуатацию новых обороны кстати на прошлой неделе число вечером больше чем на 10 платформ короче предлагаю сделку по бренду сэл сэл лимит с отметки 69 50 100 по ставим на уровень 70 50 и ждем бренд в районе 66 67 питали слова тебе так пошла демонстрация экрана каждая грузится еще теперь видно так давайте пройдемся по по тем моментам которые мы прошлый раз обсуждали индекс доллара напомню я на прошлой неделе что ожидаю коррекцию по индексу доллару для того чтобы его закупить принципе назывались причины возможной коррекции чтобы не покупать на хаях на это был достаточно неплохой уровень сопротивления 93 20 по индексу доллара и дивергенция на часовом там фрейме принципе еще одно подтверждение тому тому что дивергенции очень хорошо работают как вот здесь long неплохо сработали в short но так как в среду какого-то паттерна торговой модели не было по индексу доллара я находился вне рынка уже позже мы с ребятами разбирали в пятницу индекс доллара я писал им что возможно рисуется снижение по индексу доллара так как в среду как раз после нашего разбора появился импульс неплохой коррекция вот здесь видно и снижение вниз на текущий момент я пока за лонг индекса доллара но жду здесь какого-то накопления по данному инструменту можно конечно рискованно купить индекс доллара с текущих 92 50 но это будет рискованно так как у нас нет накопления я пока присматриваюсь к нему но ожидаю так как есть более интересные активы где уже есть накопление по по данному инструменту поэтому я пока за лонг но не рынка по данному инструменту рискованно кто присматривается возможно купить 92 50 со стоп лоссом районе там 92 и цели там дальше 93 94 и выше какие идеи я называл прошлый раз это австрийский доллар на продажу я предлагал заходить через сел стоп на пробой уровня поддержки мы его не зацепили прошлую среду да вот здесь мы торговались там чуть чуть не добили несколько пунктов сделали коррекцию в принципе на на это делалось и упор прошлый раз что ожидается ну хотелось бы ожидать коррекцию чтобы войти по инструментам то есть таким как индекс доллара да и другие которые связаны с индексом доллара и как раз австрийский доллар делал коррекцию сделал накопление мы его продавали с ребятами с подписчиками вот на откате на текущий момент аналогично дальше транслирую возможность заходить через сел стоп кто не заходил выше сел стоп возможно на уровне там же 0 73 20 да со стоп лоссом в районе там 0 93 за вот этих аи поставить то есть это примерно это там под 80 да и с ожиданием что мы провалимся очень хорошо вниз ну желательно сегодня пробить его вниз если не пробьем там какой-то возможен откат как вариант так как у нас вот видно вот это все накопление которое скопилось по австралийскому доллару за практически за месяц накопления вот если правильно я понимаю то если здесь будет реально шорту должны неплохо сходить вниз так как ну большое накопление я думаю несколько сот пунктов должны сходить вниз по данному активу ну конечно могут там немножко вниз и дальше как это как какой-то ложный вынос вот этого минимума прошлого месяца дальше наверх но пока я за шорт по данному активу также транслировал идею покупка канадского доллара цены были на покупку где-то вроде там 1 25 мы торговались где-то здесь под 30 ну плюс минус здесь мы торговали среду со стоп лоссом вроде там 1 24 80 за этот импульс и опрятал стоп лосс пока мы немножко подрастаем идею аналогично сохраняю так как у нас тоже есть накопление большое практически там две недели в текущем месяце и если идея правильная то мы должны хорошо подрасти я думаю в район там 1 28 кто не купил на прошлой неделе дублирую аналогично сделку это покупка стекущих 1 25 45 со стоп лоссом за ну пятничный минимум это вроде там 1 24 90 да можно поставить стоп лосс обязательно ставить стоп лосса потому что если мы будем ломать вот эту конструкцию которая здесь вижу и плюс здесь видно так немножко тренд такой нарисовался то мы можем очень хорошо вниз улететь поэтому обязательно стоп лосса чтобы не было такого провалились и могут там 100 200 пунктов вниз уйти пока я за лонг дальше что еще называл ну по золоту я говорил что я ждал накопления аналогично вот кстати пример вот на дебном графике как золото вот после вот этого падения до один день здесь консолидации мы сразу наверх вот просто сравниваю что я ждал по золоту чтобы войти в покупку это вот серебро пример вот кстати вот после того как скинули серебро здесь проторговались там раз два три дня на одном месте да и дальше пятницу принципе неплохая точка захода была по сравнению с золотом она сразу сразу его начали откупать дальше плюс назывались возможной коррекции по nasdaq вниз мы там немножко падали но дальше снова от купили пока я вне рынка по нему плюс давал комментарий по китайскому индексу china 50 назывался уровень 440 мы закрывались как раз это была среда закрывались выше я говорил о покупках возможных но как видим в четверг получается мы закрылись ниже данного уровня там видно было на свечках что если кто покупал нужно обязательно выходить то есть вот обратно мы зашли под уровень и проторговались здесь неплохая точка захода в шорт рисовалась по отношению к данному уровню сложный пробой это был также видно было вот еще на позапрошлой неделе здесь тоже этот уровень тестировали проторговочкой поэтому пока на данный момент явнее рынка по данному инструменту будем смотреть как дальше его расторгуют поэтому пока все у меня сохраняю идеи вот по таким активам как австралийский доллар шорт канадский доллар лонг возможно еще кому интересно там новозеландский доллар присмотреться к шортам возможным конечно чуть-чуть по отличается от этого австралийского доллара он чуть-чуть повыше да коррекцию сделал что-то похожее с канадским долларом ну не стоит все входить потому что есть риски какой-то более глубокой коррекции так как у нас как я уже сказал индекс доллара сделал достаточно сильный импульс пятницу и поэтому здесь еще нужно подождать что дальше расторгуется потому что можем принципе скорректироваться дальше к нижней границе как то вот так понял виталий спасибо тебе за твою точку зрения ну что неделя только начинается все самое интересное впереди опять же все фундаментально значимые маркетиномические отсчеты крутое событие джексон вообще и следующей неделе мы будем как и всегда друзья держать вас курсе никуда деваемся два же неделю собираемся и разумеется актуализируем те идеи которые у нас в работе и тот новостной фон с нашими такими фундаментальными посылами виталий спасибо тебе за то что подключился хорошей недели и до скорой встречи в среду пока пока удачи